всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на канале видео шоппер это два флагмана один компании huawei huawei made 50 pro и второй он уже перед тем как выйти получил статус какого-то легендарного телефона очень сильно от всех других моделей которые есть на рынке он отличается это сяоми 12 с ультра оба телефона по-своему интересные оба телефона в чем-то даже похоже ну к примеру у них одинаковый процессор естественно это все-таки флагманские телефоны но давайте обо всем по порядку и начнем мы с материалов и внешнего вида на самом деле стоит отметить что в правой руке и со светлым фоном на экране и с большой монобровью сверху как ни странно до сих пор это у нас huawei made 50 pro в левой руке с темным рабочим столом и соответственно с маленьким вырезом под фронтальную камеру это сяоми 12 с ультра оба телефона разумеется выполнен из премиальных материалов особо отмечу то что оба имеют защиту от воды и пыли ip68 мало того у huawei есть еще специальное стекло правда не на всех на версиях специальное стекло то есть телефон можно бросать чуть ли не со стонетом метр восемьдесят твердую поверхность это тот у которого еще желтая крышка и он вроде как не должен разбиться на самом деле конечно же в любом случае защита у них стоит и так прекрасная у huawei это свое стекло разработки даже на обычной скажем так модели а у сяоми это victus защитные стекла телефоны чем-то похожи то есть с обратной стороны большой модуль камеры но у сяоми сделано все это реализовано так как будто сюда накручивается объектив и есть такие концепты кстати в китае куда действительно накручивается большой объектив но это концепты это не модель массовая массовая которая продается для всех это вот такая модель напоминающая огромный фотоаппарат огромный объектив но на самом деле камера здесь относительно небольшая на фоне всего этого круга если у huawei понятно вот четыре глазка камеры то у сями тоже камер много но они так замаскированы что впечатление что ты в руках держишь огромный фотоаппарат классно на самом деле обыграли по весу они чуть отличаются сяоми потяжелее 225 грамм правда и батарейка почти на 200 миллиампер час больше чем у huawei здесь 205 но я бы не сказал что разница большая да оба телефона это огромные тяжелые лопаты у обоих стереозвук при том как мы не выслушивали на самом деле по ощущениям очень похожи единственно сяоми чуть почище но это возможно субъективно в любом случае динамики прекрасные у обоих телефонов если вам это важно это флагманы поэтому напички на не полностью всем что может пригодиться давайте наверное в начале о камерах поговорим это наверное самое интересное в этих телефонах мы сделали множество фотографий дневные ночные и в разрешении 4 на 3 это родное разрешение для huawei и совершенно на полную матрицу использовали полную полное разрешение на самом деле интересно то что основные камеры 50 там и чуть более 50 мегапикселей я не буду вас этими подробностями грузить по факту выглядывал я сколько фотографий на двух одинаковых мониторах рядом знаете как ни странно я был уверен что сяоми победить но почему-то не знаю почему но на самом деле мне больше нравится где-то процентов 60 а то и 70 грубо говоря две трети фотографий дневных получились лучше на huawei но это мы говорим об основной камере на самом деле и на сяоми прекрасные фотографии единственное чем лучше сяоми это в двух вещах безусловно у сяоми реально поинтересней широкоугольная камера особенно в режиме видео и у сяоми лучшее качество если мы снимаем full hd потому что понятно что оба телефона поддерживают 4к и как ни странно сяоми 8к видео поддерживает а huawei нет но если мы говорим о качестве видео 4к 60 fps оба телефона могут писать картинку в прекрасном качестве она очень мало будет отличаться прекрасное качество и на одном и на другом телефоне почти то же самое можно сказать про широкоугольную камеру это широкий угол сверх широкоугольная на самом деле на сяоми мне нравится чуть больше но если мы переключаемся на разрешение full hd оно занимает намного меньше места многие пользуются то к сожалению huawei тут будет похуже особенно на широкоугольную камеру и на основную и на широкоугольную если вам важно сяоми пишет поинтереснее кроме того если мы используем десятикратное приближение которое вроде как без потери качества должно быть но пятикратное точно без потери то опять же сяоми просто нет равных я вообще ни одного телефона с таким классным зумом не встречал то есть мы в 10 раз увеличиваем приближаем картинку и на huawei немножко смазано получается и в 5 и в 10 раз и в режиме фото в режиме видео особенно в режиме фото когда телефон нужно взять двумя руками и спокойненько сфотографировать у сяоми же такой проблемы вообще нет это просто великолепный телефон если вам нужно снимать что-то издалека это действительно очень классно десятикратный зум великолепный подтверждаю в остальном еще раз ключевое а все-таки фотографии многие мне показались они лучше на huawei с основной камеры и широкоугольной даже если мы говорим просто о фотографиях видео безусловно одинаковое плюс минус но если мы говорим о записи качестве full hd то всеми поинтереснее чем huawei 4k плюс-минус очень похожи в любом случае это все знаете придирки и лучше враг хорошего к примеру взять huawei и я думаю вы будете полностью довольны его качеством это классный флагман но все вами в чем-то выигрывает хотя если вам просто делать только фотографии взяли сфотографировали повторюсь тут huawei выигрывает и все она в обычной камеры по процессору тут буквально несколько слов все очень просто это 8g на 1 плюс соответственно последний на текущий момент на зиму 2022 года на декабрь и троттлинг тест они оба немножко провалили вы видите что происходит на экране на самом деле я бы сказал что плюс-минус да усами где-то еще частота больше падает но бы немножечко снижает частоту но поверьте при таких процессорах вы ничего этого не почувствовать самое главное телефоны не нагрелись они были едва теплым в этом плане теплоотвод у них сделан великолепно экраны очень похожи у лет технологии на обоих единственное отличие конечно это quad hd у сяоми сяоми больший точек 520 одна из не ошибаюсь точка на дюйм против 428 420 и 520 то есть здесь full hd плюс на huawei и этого хватает но всеми сделали еще выше разрешения но честно говоря это не нужно я какой-то разницы не вижу честно вам скажу и не первый год я сталкиваюсь с таким и 4к телефоны делали но это мне кажется лишнее это просто высаживать батарею быстрее 120 герц частота обновления разумеется на обоих смартфонах она настраиваемая оболочки совершенно разные ну и конечно очень важное отличие то что в huawei нет google сервиса то есть сяоми тут просто play market но в huawei этого play маркета нет да можно какой-то сторонний даже play market поставить и на самом деле можно пользоваться app gallery который здесь есть там огромное количество приложений я проверял и не первый раз я тестирую huawei там есть вроде как все я вот ни разу не сталкивался чтобы какое-то приложение я не нашел и какие-то банковские приложения какие-то плееры какие-то читалки напичканы очень многим да есть своя специфика некоторые приложения нужно скачивать не просто с галвери с каких-то сайтов но в целом какой-то разницы не замечают да вроде как play market привычно все есть здесь может какие-то неудобства возникнуть но все приложения которые я хотел а я все-таки телефонами пользуюсь очень давно я здесь также нашел что у нас остается то в сухом остатке получается телефонные еще раз подчеркнул похоже единственно по батарейке то есть грубо говоря 4900 xiaomi ну без малого и 4700 huawei разница 200 миллиампер как раз на вес и влияет скорее всего но разница незначительная в любом случае здесь мощные процессоры поэтому это телефоны не долгожители конечно же как вы абсолютно любой флагман с утра до позднего вечера до дожить могут если сильно их не гонять любом случае вечером будете ставить на зарядку а очень сильно похожи зарядное устройство 66 и 67 ватт которые идут в комплекте проводные да бывает больше бывает тоже сяоми делает там и даже и huawei там по 120 ватт по 90 ватт здесь 66 и 67 но не забываем что есть еще и быстрая беспроводная зарядка 50 ватт и 10 и 20 ваттная зарядка при том на сяоми чуть побольше это обратная зарядка когда с помощью телефона прислонив сюда другой телефон без родной зарядкой либо часы либо что-то еще вы без проблем зарядить другое устройство с помощью своего телефона оба телефона это позволяет оба телефона обладают и беспроводной быстрой зарядкой и обратной зарядкой что конечно же здорово если вы спросите давид что же из них купить как бы цены плюс-минус одинаковых в некоторых ситуациях может и дороже стоит чем сяоми на самом деле скажу так оба телефона прекрасные оба телефона интересные и если вам просто телефон нужен без изысков вам не нужно использовать приближение от слова ну никогда к примеру или очень редко вам нужно приблизить что-то в 5-10 раз то тогда преимущество сяоми в принципе теряется потому что по фото возможностям повторюсь huawei снимает очень приятные фотографии делать на основную камеру очень на мой взгляд поинтереснее чем сяоми на уровне того же google пикселя но хуже у него качество full hd и хуже широкоугольная камера и хуже приближение просто замыливает при том телефоны держались руках одновременно фотографии делали неподвижно вот сяоми пятикратный десятикратный зум просто красавчики вообще такое чувство что ты снимаешь 2-3 метров великолепно в остальном и виде у него картинка в 4к потрясающая разницы не вижу но full hd похуже вырез ну ладно я уж их сто раз обещал на хейтить но все-таки здесь вырез он там вот большой такой островок большой на экране все мы просто аккуратная точка оба телефоны приятно держать в руках ощущение что ты держишь флагман она есть телефоны быстрые приятные великолепные качественные сочные экраны 120 герц естественно но она сейчас почти везде 120 герц хорошие материалы корпуса при том как ни странно даже бамперы идут в комплекте при том сяоми он вообще сделан под камеру лейка здесь участвует компания лейка то есть держишь его ощущение что ты держишь фотоаппарат вот это тактильные ощущения от сяоми они классные другой стороны я не видел у меня вот в руках версия просто стеклянная есть еще под кожу сделанная к кожа он тоже очень прикольно оранжевый вот тот телефон оборудован супер стеклом который по идее вообще разбить нереально как говорит сама компания huawei в любом случае выбирать вам каждый для себя найдет и плюсы и минусы в этих телефонах ценник у них плюс-минус одинаковый кому что больше нравится еще раз повторюсь огромное количество как говорит сама компания huawei более миллиона приложений игр у них уже в веб-галере есть это активно развивается сколько такие аппараты стоят по ссылке под этим видео а я же не прощаюсь а как всегда говорю до свидания будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны с уважением давид и команда видеошопер счастливо друзья напишите а вы бы какую из этих флагман на себе взяли вот это было видео что я вам расскажу вам что я не имею ввиду вот это было WORK на то что я не буду это но на то что я вамusa в этом они и Продолжение следует...